АРЕСТСКАЯ СЕРГЕЯ УДАЛЬЦОВА АРЕСТСКАЯ СЕРГЕЯ УДАЛЬЦОВА АРЕСТСКАЯ СЕРГЕЯ УДАЛЬЦОВА АРЕСТСКАЯ СЕРГЕЙ У обвинителей бегали глазки, им и самим было неловко присутствовать в басманном шапито в качестве двух злобных клоунов. Судья Наталья Дударь отработала свой номер на славу, удовлетворив требования стороны обвинения. Ведь удальцов, по мнению следаков и прокуратуры, может надавить на следствие, скрыться даже без загранпаспорта, запугать, уничтожить улики и въехать в Кремль на броневике или вплыть в устье Москва-реки на похищенной Авроре. Он опасен и потому должен сидеть. На 4 месяца, всего до 11 месяцев 28 суток, то есть до 6 февраля 2014 года. Позор. На нахождение по домашнему аресту запретить ежедневную гольцу, выход без разрешения угодно предварительного следствия запретить. Мы ждали от вас справедливого решения. Позор. Позор. Они все ответят. Политическое дело. Мы в политическом законе. Зайдем в уголовное дело, сотрудники могут заседания закрыть, а в копии постановить. Мы за все ответим. Позор. 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 Они ответят. Они ответят. Спасибо, дорогие. Спасибо. Будем отжаловать. Сергей, как вы нам берете на бороцию свою свободу? Будем отжаловать. Судья, мы победим. А как вы часто увидите со своими детьми, Сергей Галин? Часть вам разрешают мне. Комментарии запрещены Сергею Галинцову. Не надо подвозить. Скажите, пожалуйста, вы не боитесь иллюстрации? Спасибо. Судя с тем, что сейчас здесь творится. Господин подполковник, не боится иллюстрации? Выходим, пресса. Все, хватит. Извините, пожалуйста, господин прокурор, вам не стыдно от того, что происходит здесь в суде? Вам не стыдно? Позор прокурором таким. Почему вы нервничаете? Вы уходите, прячетесь, отводите глаза? Молодец. Вам тот же самый вопрос. Почему вы постоянно уходите, прячете глаза? Вам стыдно? Вам стыдно? Прошу прощения. Господин майор. Ну, хорошо. Вы здесь следователь. Вы здесь следователь. Скажите, пожалуйста, вам... Ну, почему вы уходите, не отвечаете на вопрос прессы? Не правовое, не гуманное и, на мой взгляд, незаконное решение. Незаконное по той причине, что вся вот эта болотная эпопея, включая и анатомию протеста, и непосредственно болотное дело, это, конечно, чья-то злая выдумка наверху, которая направлена... Может быть, обида, как сегодня сказал Сергей Удальцов, но это абсолютно деструктивное явление. И, на мой взгляд, преследование и 12-ти, и остальных, и Удальцова, и Развожаева, оно не имеет под собой никакого, во-первых, логического смысла, а, во-вторых, оно вредит не только обществу, но и власти тоже. И власть, я думаю, это понимает, потому что разговоры об амнистии, они тоже просто так не берутся. Вместе с тем, я не стал бы очень сильно обольщаться на этот счет, потому что это такая своего рода завлекалочка, наподобие условно-досрочного освобождения для осужденных. Будешь вести себя хорошо, мы тебя отпустим. Вот сейчас вы по болотному делу будете молча, значит, судиться не возникать, ничего против власти не бунтовать, но, может быть, у вас тоже будет амнистия. Примерно такой посыл. В то же время я вижу, что продление на 4 месяца, а сегодня продлили у Дальцова на 4 месяца, свидетельствует о том, что до февраля дело в суд передано не будет. Это, на мой взгляд, обусловлено следующими причинами. Во-первых, это необходимость получения приюдиции по делу 12, то есть участники массовых беспорядков, по версии и следствия должны признаться в этом. На суде должно быть установлено, что массовые беспорядки были, и тогда уже будет основание для того, чтобы судить организаторов этих массовых беспорядков. По этому делу проходит у Дальцов и Развожаев. И второй момент, это, наверное, Олимпиада, чтобы не проводить суд над одним из лидеров оппозиции во время Олимпиады. Я думаю, что специально идет такое растягивание во времени, для того, чтобы общественность не слишком сильно волновалась. Вместе с тем, я считаю, что даже если у властей есть такая необходимость судить, есть желание преследовать, это можно сопровождать все гораздо более гуманным антуражем. Не обязательно человека год держать без прогулок, в четырех стенах, без возможности выходить в магазин при необходимости, в аптеку за лекарствами. Когда у нас есть правопринятная практика, которая позволяет лицам под домашним арестом совершать все эти действия. Чудо не случилось. Басманщина сделала свое черное дело. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов оставлен под домашним арестом еще на четыре месяца. До 6 февраля 2014 года. Власть продолжает методично зачищать поле лидеров оппозиции. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Всех обнимаем. Спасибо. Спасибо. Обнимаем всех. Березка, держись. Ты самый лучший. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова